Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Алексей Бусаров, астроном-любитель из Рязани. Алексей, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, вот в интернете появилась информация, что в ближайшие дни будет так называемый поцелуй Венеры и Юпитера. Так ли это, как это на самом деле правильно называется? Ну, на самом деле, это довольно-таки частое астрономическое явление. Называется это соединение. То есть в процессе орбитального движения, каждый планет движется по своей орбите, и наступают такие моменты, когда мы с Земли видим несколько планет как бы на одной линии. То есть они находятся для нас совсем рядом, как бы между собой. Но на самом деле это называется не поцелуй Венеры, а соединение каких-то планет. Например, вот будет соединение Венеры и Юпитера. Чем уникально соединение именно 27 августа? Тем, что оно будет очень тесным. То есть расстояние между планетами визуально будет меньше, чем диаметр самого Юпитера. То есть между ними практически визуально не будет обнаруживаться разницы. Они сольются в одну звезду. Это только со стороны, если с Земли смотреть, наверное, да? Разумеется, да, совершенно верно. А вот с каких точек можно будет наблюдать? Можно ли будет увидеть в Рязани, если да, то во сколько? И на каком расстоянии они будут тогда друг от друга визуально? Ну, для Рязани это явление в этот раз не очень удобное. Дело в том, что само соединение произойдет после того, как обе планеты зайдут за горизонт. То есть мы его, к сожалению, в полной мере не увидим. Но что мы можем увидеть, это сразу после захода Солнца, примерно в половине девятого вечера, 27 числа, точно на западе, если это будет ясное небо, опять-таки не будет никакой облачности, то можно увидеть две яркие точки, рядом расположенные. Если вооружиться, например, простым биноклем, то можно, в принципе, увидеть, что это какие-то два ярких объекта, которые находятся очень рядом, совсем рядом между собой. Ну, то есть потом через несколько часов они уже еще больше соединятся, так я понимаю? Совершенно верно, но, к сожалению, нам доступно будет, ну, может быть, полчаса этого наблюдения, потому что сразу же после этого, после захода Солнца, через полчаса Юпитер и Венера тоже зайдут за горизонт. Но все же мы знаем, что это происходит, это возможно, если они рядышком, мы это можем увидеть. А вот как еще можно узнать, я знаю, что есть программа специальная, можно даже предугадать и посмотреть, когда будут они соединяться, эти планеты или какие-то еще. Вот как вы сами отслеживаете, и любой человек может пользоваться, или она только в каких-то особенных местах? Нет, абсолютно. Масса программ существует, которые позволяют определить на ближайшую ночь, на неделю вперед, на месяц, какие-то астрономические явления, которые будет интересно рассмотреть в бинокль, в телескоп или просто невооруженным глазом. Вот, я лично пользуюсь вот такой программой, мне нравится Stellarium. Она абсолютно бесплатная, но, тем не менее, она очень красочная и красивая, и достаточно алгоритм у нее такой емкий, что позволяет даже с высокой точностью определить какие-то местоположения и планет, и их конфигурации. Вот, так что рекомендую. Ну вот покажите, как они будут соединяться, вот в частности Венера и Юпитер. Вот, и вот они приближаются. Отлично. Алексей, вот недавно у нас был период метеорного потока. Можете что-то рассказать о нем? Он был какой-то особенный, он уже закончился или он все-таки продолжается? Ну, метеорный поток – это явление тоже достаточно часто встречаемое. Единственное, почему именно говорят об августовском метеорном потоке, метеорном дожде. Это наиболее яркий, наиболее красочный такой поток и, в принципе, удобный для наблюдения, потому что, с одной стороны, лето, тепло, с другой стороны, лето уже на исходе, и темнеет достаточно рано. Можно выйти не очень поздно и увидеть огромные россыпи звезд. И как вы наблюдали вот за этим метеорным потоком? Ну, вообще существует масса методик наблюдений. Самое интересное – это, конечно, получить красивую фотографию или даже какой-то видеоролик снять. Но можно наблюдать просто, как простелить там надувной матрас, пенку, поставить шезлонг и просто смотреть небо. Когда лежишь на спине и смотришь на небо, то, в отличие от того, когда ты сидишь, то есть ты видишь небо все целиком, все 360 градусов. И можно просто сидеть и считать, сколько упало звезд, загадывать желание постараться, ну, кому как повезет. Вы сколько насчитали в этом году, и как вам удалось вообще на фотоаппарацию запечатлеть? Мне вот это интересно. Ну, на самом деле, астрономическая фотография – это одно из моих увлечений. Я давно этим занимаюсь. В принципе, тоже ничего сложного в этом нет. Ставится фотоаппарат, задается режим ему, чтобы он снимал, ну, скажем, каждые 30 секунд один кадр. Вот, причем выдержка тоже длиной в 30 секунд. То есть он постоянно фиксирует что-то там такое на миле. Вы не ожидаете, что он зафиксирует? Да, абсолютно, да. То есть это, тем более я ставлю обычно не один фотоаппарат, вот в этот раз у меня сразу три работало, вот, в разной части неба. Вот, и, соответственно, потом смотришь, можно выбрать какие-то кадры, можно сшить все это дело в один кадр, чтобы там, если совместить звезды вместе, то метеоры, они как бы наслоятся, вот, на пустые места. А можно сделать видеоряд, видеоролик собрать, там, режим таймлапс такой, получается, вот, интересный. То есть за, допустим, 3-4 часа съемок мы это все ужимаем в несколько секунд, и получается такое красивое зрелище. А вот сейчас какие наблюдения можно запланировать на ближайшие месяцы? Будет ли что-то интересное? Ведь сейчас уже темнеет пораньше. Да, совершенно верно. Ну, как бы, у нас, у астрономов, если нет каких-то таких сверхъестественных внеплановых объектов, как там, кометы вновь открытые или что-то еще, обычно просто выезжают, смотрят на Луну, смотрят на галактики, красивые звездные скопления, делают фотографии. То есть, в принципе... А как-то присоединиться к вам? Можно подзять фотографии? Да, конечно. Каким образом? Ну, у нас есть такая группа энтузиастов, астрономов-любителей. Можно найти их на сайте, называется он меридиан 39, запомнить очень легко. Это меридиан, на котором находится Рязани. Просто набираете в поисковике меридиан 39 и обязательно попадете на вот этот сайт. Там есть группа ВКонтакте, называется Рязанский мобильный планетарий. И вот все такое астрономическое сообщество Рязани стараемся организовать вокруг этого ресурса. То есть, у нас задача как бы не просто найти интересные объекты, посмотреть, полюбоваться им. Нам интересно именно пообщаться. То есть, мы планируем, как бы наша задача собрать вокруг себя энтузиастов, людей, единомышленников, кому это интересно. И плюс приобщить людей, которые хотят что-то узнать новое из астрономии. Мы стараемся любых людей привлекать. Мы часто устраиваем вечера тротуарной астрономии на Кремлевском валу, если у нас время позволяет. Позволяет, самое главное, погода. Потому что погода – это основной критерий, который нам ограничивает какие-то наши возможности. Насколько сейчас дети интересуются астрономией? Вы их как-то привлекаете или они сами, может быть, желают что-то узнать? Ну, мы всегда рады видеть молодое поколение у себя. У меня даже специально для наблюдения, для таких невысокого роста людей существует небольшая стремяночка, которая поднимается к телескопу, смотрит. Дело в том, что это всегда интересно. То есть, дети, конечно, с большим удовольствием, особенно если Луна, с большим увеличением, кратеры, горы, каньоны на Луне. Это, конечно, да. Это все производит огромное впечатление. Причем вот эти наши вечера тротуарные астрономии даже некоторых родителей сподвигли купить своим детям тоже телескоп. Многие, я вот по опыту знаю, покупают детям как игрушку этот телескоп. Пару раз посмотрят, и он уже там пылится на балконе, в чулане. Все это потому, что люди не знают, на что они смотрят. Вот самое интересное, человек понимает, что это интересно, после того, как он понимает, что он видит. А для этого ему нужно это объяснить. Нужно обязательно читать. Сейчас много интернет-ресурсов, которые позволяют это узнать и определить. То есть, обязательно нужно, помимо телескопа, вооружиться еще и книгами, интернетом. И тогда все это будет в нужном русле течь. Ну что ж, спасибо вам за эту встречу. Приходите к нам обязательно еще. Хороших вам наблюдений. С удовольствием. До свидания. Приглашайте. До свидания. Хорошо. Это была телепрограмма «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Булкан Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok